СОЦИАЛЬНАЯ СИТЬ ФЕЙСБУК Привет, друзья! В эфире программа «Сеть». Я ее ведущая Зарина Ахмед. Смотрите самые интересные новости интернета вместе с нами. Как отреагировали интернет-пользователи на падение курса тенге? Чудо-устройство в помощь родителям. Как могут поменяться светофоры в будущем? Доллар почти 260 тенге. Что вы скажете по этому поводу? В Алматы произошел сбой системного компьютера, который управляет гигантским монитором на стене высотки на пересечении проспекта Абая и улицы Бетерсонова. И эту техническую неисправность интернет-пользователи привязали к новостям об изменении курса валют. Видимо, Windows не выдержала падение тенге. Шутцат они. Накануне вечером очевидцы опубликовали в социальных сетях фотографии гигантского монитора с синим экраном, указывающего на нерабочее состояние персональных компьютеров. Сейчас только с юмором надо реагировать на девальвацию. У меня вчера чайник сломался. Тоже не выдержал падение тенге. В этом году День города выпадает на 20 сентября, но праздновать алматинцы смогут с начала месяца. В связи с этим в Алматы запустят мобильные приложения, с помощью которого жители смогут узнать обо всех мероприятиях, запланированных к празднику. В этом году программа празднования Дня города очень насыщенная. Акимата Малматы подготовлено 50 основных мероприятий, таких как парад оркестров, арбузный фестиваль, игра Apple Quest, евразийская музыкальная премия Muzon 2015 и многое другое. По словам разработчиков, мобильное приложение Junaiu обеспечит своих пользователей полной афишей всех мероприятий. Помимо прочего, это быстрый и простой способ поиска мест, событий и другой полезной информации. Его можно скачать во всех популярных магазинах и интернет-приложений. Приложение Junaiu, благодаря которому вы можете на свой смартфон закачивать это приложение, наводить на баннер, который в городе представлен на остановочных комплексах, на билбордах, на различных рекламных конструкциях, и получать полную информацию о всех мероприятиях, которые будут проводиться в рамках этого года. Я очень люблю этот праздник, ежегодно посещаю все мероприятия, обязательно скачаю. Спасибо авторам. Ой, как классно! Конечно, будет очень удобно пользоваться мобильными приложениями, чем каждый раз сидеть и гуглить. Тем более такая насыщенная программа мероприятий. Казахстанские изобретатели создали устройство спутникового слежения под названием «Мангуст», позволяющее определить передвижение детей в онлайн-режиме. Теперь родители всегда будут знать, где находятся их дети. Разве это не чудо? Главное преимущество изобретения – это то, что оно может работать даже в труднодоступных местах. Кроме того, «Мангуст», на разработку которого потребовалось 3 года научных исследований, может работать без подзарядки в течение 20 дней. По словам авторов, их технологии не имеют аналогов, поэтому они уверены, что казахстанское ноу-хау взорвет мировые рынки. Сообщается, что изобретатели уже получили около 500 заявок. Разработчики пообещали, что стоимость рекера будет демократичной, приобрести его сможет каждый родитель. Мы сделали очень маленькое устройство. Вот видите, оно меньше пачки жвачки. Очень тоненькое, очень маленькое. Оно призвано помочь родителям определить, где находятся их дети. Это устройство может работать 20 дней под водой, но ничего не будет. Оно очень прочное, его практически невозможно разбить. Его основное преимущество состоит в том, что мы используем очень продвинутые алгоритмы экономии электроэнергии. Безопасность для детей нужно создавать таким способом, а не путем введения чипования детей. Сейчас по всему миру дети пропадают. Хорошо бы, если бы можно было их отслеживать. Безопасность наших детей превыше всего. Европейские инженеры решили создать лазерный сетафор. И в социальных сетях уже разгорелись дискуссии по этому поводу. Одни говорят, хорошая идея, число ДТП снизится. Другие отмечают, что это лишняя трата денег. А как думаете вы? Сегодня лазерная технология очень популярна во многих сферах деятельности, таких как медицина и промышленность. Недавно появилось еще одно ее применение – лазерный сетафор. Он проецирует перед автомобилем целую голографическую картинку с ведущими пешеходами и надписью «Стоп», естественно, красного цвета. В итоге водитель моментально реагирует на свет. Кроме того, психологически тяжело проехать на красное, так как картинка частично ограничивает видимость. Пока что лазерный сетафор существует лишь виртуально. Надо расширить функционал лазера. Когда пешиком красный свет, пусть режет бегающих пополам, идиотам меньше и водитель не виноват. Во-первых, это распил очень больших денег. Во-вторых, водители, привыкая к лазерному изображению, будут путать его с пешеходами и сбивать не фикцию, а живых людей еще чаще. Лазерное излучение вредно для сетчатки глаза и для матриц-видеофиксаторов. Паркурщики сняли видеоролик с элементами оптических иллюзий. За несколько дней ролик набрал более 600 тысяч просмотров сети. Некоторые пользователи открестили видео, как выносящий мозг паркур. В двухминутном видео трейсеры не только удивили трюками паркура и физподготовкой, но и отличились необычной постановкой кадра. Они придумали и воплотили в жизнь оригинальные оптические иллюзии. Субтитры создавал DimaTorzok А в завершении программы хочу напомнить вам о том, что ко дню города телеканал Алматы объявил народный фотоконкурс «Алматы. Настроение 2015». Подробнее об этом узнаете на сайте almaty.tv. На этом я с вами прощаюсь. Встретимся через неделю в это же время на нашем канале. С вами была программа «Сеть» и я ее ведущая Зарина Ахмин. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова